Всем привет, дорогие друзья! Локомотив начал свой второй сбор, на этом втором сборе был сыгран уже первый товарищеский матч, матч против Урала. Он получился очень событийным, очень интересным, было забито 6 голов, было сыграно 4 тайма по 30 минут, уже само по себе необычно. Ну и в принципе было очень много всяких интересных событий в этом матче, которые интересно с вами обсудить. Кроме того, у Локомотива уже официально есть первый новичок, настоящий, полноценный, не как Салтыков, который приедет еще через полгода, а вот тот, который будет помогать нам в течение весны и, возможно, только в течение весны, потому что Хамулич пришел в аренду, но об этом мы чуть позже поговорим. Есть один потенциальный новичок, который уже сфотографируется со всеми на стадионе Локомотива, который прошел медосмотр в Москве и вроде как в четверг вылетает в Объединенные Арабские Эмираты для того, чтобы присоединиться к команде, подписать контракт и уже официально помогать Локомотиву. Может быть, уже в воскресенье мы с вами обоих этих новичков увидим, так что о них тоже с вами немножечко поговорим. Ну а я доделал вот эту вот небольшую импровизированную студию у себя дома и можно снова приступать к роликоделанию, к освещению жизни Локомотива. Так что надеюсь, что вы поставите лайк, подпишитесь на канал и будете следить за жизнью Локомотива вместе со мной. Поехали, сейчас будем говорить про Урал. Матч с Уралом прошел в довольно интересном формате, это 4 тайма по 30 минут и у многих болельщиков возникли вопросы, зачем такой формат вообще нужен. Выдвигались предположения, что на каждой из этих 30 минуток Галактионов будет выставлять какое-то новое сочетание футболистов, будет пробовать, будет экспериментировать. Это было отчасти, но только уже в 4-й 30 минутке, вот уже в самой последней, там какой-то совершенно странный Франкенштейн у нас получился в составе, где люди играли абсолютно не на своих позициях. Но в основном, конечно, такой формат нужен для того, чтобы просто увеличить количество игрового времени, которое есть у каждого футболиста. Дальше планируется то, что у Локомотива в некоторые дни будет по 2 товарищеских матча в день, и там уже будет по 90 минут для каждого игрока. Ну а пока мы просто увеличили количество игрового времени с 45 минут, которые были в матчах с Акроном и Алюхдудом, до 60 минут, да, на 15 минут больше, час игрового времени, а некоторые футболисты провели на поле 90 минут, потому что, например, Дмитрий Баринов и Марио Миттой остались на третью 30-минутку играть в обороне, и, соответственно, провели 90 минут полноценных с нулевой до 90-й, а Саша Сельянов и Женя Лукиных, они третью 30-минутку пропустили, зато вышли на четвертую, и в итоге они сыграли 60 минут, потом 30 минут отдыхали и еще играли 30 минут, то есть получили сегодня 90 минут игровой практики. Остальные же сыграли по часу. Самое странное в этой игре, это был, конечно, выбор центральных защитников. У нас Лукас Фасон уехал в Олимпийскую сборную Бразилии, и там сыграл свой первый матч уже в основном составе, вышел против Эквадора, это был главный матч в группе для бразильцев, бразильцы его выиграли, Фасон был одним из лидеров команды, но главное для нас то, что он не в составе Локомотива в данный момент, он находится где-то в Венесуэле, и принять участие в товарищеском матче против Урала, ну, никак не мог. И в этой связи казалось то, что, ну, будут пробовать сочетание, там, не знаю, Погосного с Макеевым, Морозово с Кузьмичевым или еще что-нибудь в этом роде. Макеев до сих пор не сыграл ни одной минуты в товарищеских матчах, хотя нам говорили о том, что он здоров и уже в декабре готовился в основной группе, то есть у него нету никаких ограничений для того, чтобы играть в товарищеских матчах, но, тем не менее, ни минуты он не сыграл. Но точно так же ни минуты в этом матче не сыграли ни Погоснов, ни Женя Морозов, ни Ваня Кузьмичев. И это, конечно, ну, просто сюр и абсолютно необъяснимая вещь. Очень хотелось бы от Галактионова услышать, почему так произошло. Ну, то, что четыре защитника одновременно получили травмы, именно четыре центральных защитника и никто более, я, честно говоря, не очень верю. У меня родилось две теории, да, одна из них, она про то, что Галактионову настолько нужен центральный защитник, что он решил устроить Димарш и сыграть товарищеский матч, показать то, что вот локомотив вообще без защитников, срочно-срочно подписывайте Ньямси. Но эта теория разбивается о том, что Ньямси уже практически подписали и он завтра прилетает. Для вас, возможно, он уже прилетел, возможно, он уже контракт подписал и нет смысла никакого устраивать эти самые показательные Димарши и показывать то, что у локомотива нет вообще никаких защитников. Вторая моя теория, она гласит то, что, возможно, Галактионов решил убрать нормальный центр обороны для того, чтобы научить, наконец-то, опорников и вообще всю команду играть так, как будто бы центральных защитников нет вообще и не допускать вообще никаких моментов, не допускать того, чтобы центральные защитники в этой самой игре участвовали. То есть, да, чтобы они играли ответственнее, чтобы они возвращались в оборону, чтобы они все помогали. Ну, то есть, когда у тебя там сзади есть Фасон Морозов, то там, не знаю, Баринов, Карпукас, Глушенков, Миранчук или еще кто-нибудь могут подумать, да, что нам возвращаться в оборону, там есть центральные защитники, они все должны почистить, ради чего они тогда на поле выходят. А когда у тебя в обороне играют, как вот в первые 60 минут Сельянов и Лукиных, то, хочешь не хочешь, возвращаться-то надо, иначе может быть очень плохо. В любом случае, это было странно, и очень хотелось бы получить ответ непосредственно от Галактионова, зачем это произошло, почему так он решил сделать. Но, к сожалению, медиа-служба Локомотива, она вообще не про то, чтобы спрашивать у Галактионова какие-то интересные вещи, никаких материалов с Михаилом Михайловичем мы не увидели по итогам первого сбора, никакой информации мы не получили, хотя, ну, вот я в прошлом году уже говорил о том, что, ну, любой журналист подходит к Галактионову, и Галактионов с удовольствием с ним общается, с удовольствием рассказывает, что происходит. Но почему-то именно пресс-служба Локомотива боится к Галактионову подходить, и никакого контакта нету, и мы от тренерского штаба вообще никакой информации не видим и не понимаем, что с командой происходит. Очень обидно и очень досадно, что так происходит, потому что именно на сборах можно, собственно, с тренером нормально общаться, нормально заколабиться и получать хорошую информацию. Во всех клубах это происходит. После каждого товарищеского матча там подходят к тренерам, узнают его мнение, получают от него комментарий. Уж по итогам сбора точно должен быть какой-то комментарий, какая работа была сделана, какая работа предстоит, какая работа будет на следующем сборе. Но это все не про Локомотив, и мы никогда не узнаем, что же случилось с центральными защитниками в матче с Уралом. Какая бы ни была мотивация у Галактионова относительно центральных защитников, Локомотив в обороне на самом деле сыграл довольно неплохо. Не так много моментов было у ворот трех наших вратарей, которые приняли участие в этой игре. Забил Урал два мяча, но, да, скажем то, что первый гол, который забил Урал, это была очередная подача со стандарта, на этот раз угловой. Итала занял хорошую позицию, Лукиных прыгнул до мяча, не допрыгнул, и Итала фактически один остался в нашей штрафной площади и послал мяч в угол ворот Лантратова. Это стандартная система для Локомотива, стандартная ситуация. Мы пропускаем очень много голов после навесов с фланга, и это отчасти как раз и объясняет, зачем же Локомотиву нужен Ямти, зачем нужен большой-большой защитник, основное умение которого это как раз выносить верховые мячи из штрафной. В этом матче не было Дзюбы, у Дзюба какое-то повреждение, он начало второго сбора пропускает, и Дзюба это вот как раз один из тех игроков, который очень важен на стандартах у своих ворот, потому что он большой, он огромный, и он большое количество мячей из нашей штрафной выносит. Вот этого футболиста сегодня не было, и мы получили несколько моментов, которые были связаны с тем, что Урал навешивал с флангов, чаще всего с угловых, и нас просто переигрывали на этих самых угловых и посылали мяч в створ ворот, когда бил Итала Лантратов не справился, а вот когда в третьем, кажется, тайме кто-то из игроков Урала бил по нашим воротам, Худяков сделал просто сумасшедший сейв, феноменальный. Это, конечно, Худяков блестяще умеет, очень длинные руки, очень хорошая прыгучесть, и феноменальная реакция. На ленточке Худяков играет очень здорово, и, собственно, этот сейв вот из разряда топ. Но для нас больше важно то, что Локомотив допускает эти самые моменты, и он допускает эти моменты, ну, плюс-минус постоянно. И с Акроном такое было, ну, в меньшей степени с Алюхдудом, но с Акроном такое было, с Уралом такое было, и неважно, там, Морозов играет, Лукиных играет, Сильянов играет, Кузьмичев играет, абсолютно неважно. Мы внутри нашей штрафной площади, верховые мячи, играем очень-очень плохо. Второй момент, который привел к забитому голу в наши ворота, случился как раз с участием Дани Худякова. Он решил сыграть в Лантратова из матча с Акроном, и точно так же, как Илья, отдал передачу в ситуации, которая вообще ничего не предвещала, просто спокойно выбивай мяч, просто спокойно отдавай пас партнеру. Но Худяков решил обыграть сначала игрока Урала, обыграл, а затем отдал передачу на линию штрафной другому игроку Урала, который спокойно этой самой передачей воспользовался, отдал передачу, и Алексей Каштанов с близкого расстояния просто вонзил мяч в ворота. Там было подозрение на офсайт, но не будем к этому придираться. С этой камерой все равно толком непонятно, был это офсайт или нет, да и не так это сильно важно, как то, что наши вратари второй матч подряд просто дарят соперникам голы, просто выкатывают мячем на блюдечке, забивая и не хочу. Надеюсь, что в чемпионате я такого не увижу, иначе я буду рвать волосы у себя на голове. В остальном, да, вот кроме вот этих вот трех эпизодов, два пропущенных гола и суперсейф после углового Худякова, у наших ворот толком-то ничего и не было. Если были какие-то подходы, то они все были заблокированы, было много дальних ударов, которые пришлись очень мимо ворот, и, ну вот, еще был вход с угла штрафной, прострел, который, ну, достаточно легко нивелировал Илья Лантрата. В общем, все на этом. Последние полчаса отыграл Тимофей Митров, локомотиву в эти полчаса было особенно тяжело, там уже, ну, все более-менее на ободах играли, кто-то вот выходил Сельянов в центр обороны, Лукиных на левый край, где, ну, ему не очень комфортно, и его там Ишков повозил. В общем, давление на ворота на штрафную локомотива было, но каких-то вот реальных серьезных опасностей, которые могли привести к тому, чтобы Тимофей Митров пропустил, даже вот в последние 30 минут все равно не случилось. Так что, ну, нормальный с точки зрения обороны матч локомотива, и это при том, что еще раз, да, ни одного профильного центрального защитника основного состава, кроме вот Евгения Лукиных, но он из молодежки прилетел экстренно заменить фасона, в этом матче участие не принимало, и это, конечно, удивительный факт. Зато в атаке локомотив себя проявил очень хорошо, и мне на самом деле нравится, как локомотив играет в атаке все три матча, которые прошли на этих зимних сборах. А крону локомотив не забил, но на самом деле там было очень много подходов, очень много моментов, где локомотив просто не попадал поворотом, хотя моменты созидались довольно хорошие, но вот Сулейманов, который бил уже без сопротивления в дальний угол, ну, это точно должно было быть голым, но опять мяч прошел мимо створа. Сегодня, ну, для вас вчера, для меня сегодня, локомотив уже лучше распоряжался голевыми моментами, были еще подходы, были еще моменты, которые могли или должны были заканчиваться забитыми мячами, например, вот Текнезян, который прорвался под углом, отделал передачу на пустые ворота на Антона Мирончука, это могло и должно было заканчиваться голым, но вот скорости и силенок, наверное, Антону Мирончуку не хватило, может быть, желание, да, может быть, в официальном матче он бы покатился в подкате и внес бы мяч в пустые ворота, но здесь просто не захотел этого делать. Ну, зато Антон свой должок Текнезяну вернул, сделал передачу, которой Текнезян воспользовался и забил свой второй гол в этом матче. Эта комбинация была тоже очень хорошая, очень красивая, и началась с перехвата где-то на линии штрафной, быстрый пас на Антона, Антон чуть-чуть продвинулся и обыграл защитника, и сунул мяч в штрафную на Текнезяна, и Текнезян был хладнокровен. Это был уже второй гол Текнезяна в этом матче, он оформил дубль. Первый гол тоже был достаточно неплохим, и он был после классной закидушки от Мария Митая по левому флангу. Мария Митая принял мяч, посмотрел, где там Текнезян, и закинул по левому флангу, Текнезян поставил корпус, вошел в штрафную и заданул в ближнюю девятку. После эпопеи с непереходом Текнезяна в Зенит, он пропускал матч с Акроном как раз из-за этой эпопеи. Возвращение Текнезяна в состав Локомотива вместе с дублем, оно получилось очень ярким и очень красочным. Надеюсь, Зенит кусает локти и плачет, потому что такой игрок играет в составе Локомотива, а не у них. Очень рад, что Найра остался в Локомотиве, хотя и, ну, если бы он перешел и Локомотиву капнуло 10 миллионов евро, наверное, это тоже не было бы какой-то сильной большой печалью. Можно было бы кого-то купить на позицию левого нападающего, которую сейчас закрывает Найр Текнезян. Но я еще раз говорю, да, что я рад, что Текнезян остался в Локомотиве. Мне всегда импонировал этот парень, я его всегда защищал. И, ну, я надеюсь, то, что в следующие полгода он проведет настолько ударно, что с этими 8-10 миллионами евро придет уже какой-нибудь клуб из Европы. Что вообще характерно для Локомотива на этих зимних сборах, так это классные выходы из обороны в атаку. Я ими не перестаю наслаждаться. Они были с Ухдудом, они были с Акроном. И вот в матче с Уралом тоже несколько очень приятных глазу выходов из обороны в атаку было. К сожалению, они не заканчивались голом. Вот атака, которую Текнезян пасовал на Антона Миранчука, она начиналась от своих ворот. Несколько передач в касание, выход на оперативный простор. Все это было очень красиво. Жалко, что не забили, но вот такие моменты для меня, на самом деле, более важны, чем закидушка от Митая на Текнезяна и удар в ближний угол, который завершился голым. Потому что это показывает уверенность Локомотива. Это будет работать в каждом матче и это будет приносить нам стабильный, опасный момент. А вот закидушку от Митая на Текнезяна, в принципе, довольно легко нивелировать, если у тебя более-менее нормальная оборона. К сожалению, во всех трех матчах эти самые выходы из обороны в атаку, они получались где-то в начале игры, когда свежие ножки, свежая голова и можно вот пытаться это все красиво делать. Дальше очень часто это вот как раз приводило к тому, что там Лантратов с Худюковым отдают мяч соперникам и от те забивают голы в пустые ворота, что там Крапукас делает какую-то неточную передачу или когда ты уже вроде как добрался до чужой половины поля, там Антон вдруг завозится с мячом или вот Рифат Жамаледдинов с Вадимом Раковым вроде вышли уже на чужую штрафную, но Рифат не понимает, что с этим дальше делать. В общем, теряли мячи и запарывали усилия партнеров в начальной фазе. Надеюсь, что это связано именно с усталостью, с физической усталостью, с ментальной усталостью. Все-таки довольно тяжелые сборы у Галактионова, все-таки много тренажерных залов, много беготни и понятное дело то, что сейчас форма игроков Локомотива она очень далека от Оптимума и все это будет только-только нарастать. Об этом сказал Технезиан, что сейчас они далеки от своего максимума и максимум, дай бог, к концу третьего сбора у них будет, а скорее всего будут еще добирать по ходу сезона, как это было и прошлой зимой, и прошлым летом, соответственно. Во втором тайме отметим два гола, которые забил Вадим Раков. На этот раз он главный герой вот этого более молодого состава. И если по матчам с Алюхдудом и по матчу с Акроном мы больше хвалили Алексея Батракова, который в центре поля зажигал, выжигал, отбирал, сам двигал мяч вперед, создавал опасные моменты. И в этом матче у Алексея Батракова тоже было несколько классных передач. Он фактически чуть ли не там вторым-третьим касанием отправил по левому флангу Сарвелли или Радиковского, честно говоря, я уже не помню, но это было очень красиво. Просто взял мяч и вторым касанием сразу на фланг его кинул. Жалко, тоже не было опасного момента из этого создано, но тем не менее умение Батракова видеть поле и делать эти самые передачи, оно никуда не девается. Но бенефис сегодня был у Вадима Райкова, который наконец-то расчехлился и в третьем матче забил свой гол. У него были похожие моменты и в предыдущих играх, тоже были вот эти вот кроссы с фланга, на которые Вадим Раков открывался, но там каждый раз точность передачи хромала, и Вадим не успевал к этим мячам. То они ему в руках у вратаря оказывались, то ли просто защитников не перелетали. Здесь все было отлично и классная комбинация, которая опять же началась с Алексея Батракова, потом Сергей Пеняев, Марио Мита ему забегает за спину, уводит защитников, и Пеняев делает прекраснейший кросс на Вадима Ракова, тот отрывается от защитников, одним касанием перекидывает вратаря, вторым касанием, не кладя мяч на землю, пускает его в ворота, красивейший мяч, просто если такое будет забито в сезоне, это будет однозначно претендент на гол года Локомотива, а может быть и российской премьер-лиги, но он забит в товарищском матче, Раков много достаточно забивает в товарниках, но в официальных матчах пока не удается отличиться, но я очень надеюсь, что Вадиму Ракова будет в этом сезоне даваться больше игрового времени, потому что Дмитрий Рыбчинский ушел, место на правом фланге как будто освободилось, и соответственно там 15-20 минут в каждом матче уже можно получать, и давать Максиму Глушенкову отдохнуть тоже надо, Максим на этих сборах, кстати, вообще не блещет, толком нет у него опасных моментов, нет у него каких-то классных передач, классных ударов по воротам, но вот Вадим Раков своим шансом пользуется и показывает Галактионову, что забивать он умеет на моменты, откликается, и забил он два мяча, второй гол был уже более простым для Вадима, и здесь мы отмечаем тоже Сергея Пеняева, который классно отдал внутрь штрафной на Рифата Жамаледдинова, Рифат Жамаледдинов опытный футболист, не стал просто куда-то стрелять в центр, потому что ааа, я внутри штрафной с мячом, как это часто, к сожалению, делают другие игроки Локомотива, что Самошников в прошлых матчах, что Сулейманов в этой игре, Рифат Жамаледдинов остановился, посмотрел, что Вадим Раков набегает, и отдал ему точную передачу, Вадим просто прибежал, выстрелил поворотом, и отбить такое невозможно, Сам Раков говорит, что ему Дмитрий Ласьков сказал бежать туда, мол, что-то стоишь на линии штрафной, беги в штрафную и замыкай эту самую передачу, Вадик послушный, прибежал и подставил ногу, забил, естественно, были еще опасные моменты, которые могли завершаться голом, классно, например, Рифат Жамаледдинов бил после прострела, по-моему, все того же Пеняева, но вратарь спас, ну и были несколько других, менее опасных моментов, которые, но все равно тоже могли заканчиваться взятием ворот, в любом случае, Локомотив играл размашисто, Локомотив играл красиво, Локомотив играл с давлением на чужие ворота, с конкретикой у чужих ворот, и мне это очень нравится, не так важно, что Локомотив выиграл у Урала 4.2, как то, что Локомотив именно создает конкретику у чужих ворот, при этом практически не допускает какой-то серьезной конкретики, и серьезной игры наших собственных вратарей. Это позитивный момент, надеюсь, что и дальше Локомотив будет именно в эту сторону идти, и следующие матчи будут еще более интересными в этом плане. В среду Локомотив представил своего полноценного новичка, это Саид Хамулич, иностранец, боснец, мы иностранцев не покупали уже примерно год с тех пор, как к нам приехал Конти, это аренда, это аренда с очень маленькой долей риска, мы платим за саму аренду что-то около 50 тысяч евро, и затем можем выкупить, а можем не выкупать у Тулузы Хамулича за 2,5-2,7 миллиона евро, сама Тулуза приобретала Хамулича из польского клуба за 2,5 миллиона евро, и для них это будет, ну, небольшой-небольшой навар, по крайней мере, останутся при своих, им Хамулич, как оказалось, не нужен, не нужен он оказался и Витесу, в котором он толком не выходил, и за 16 появлений на поле сделал только одну голевую передачу и забил три гола, которые все были отменены из-за офсайдов. Самый спорный был в матче с Аяксом, и самый красивый при этом был в матче с Аяксом, очень жалко, что его отменили, но что есть, то есть. Говорят, у Хамулича очень тяжелый характер, он очень себелюбивый и не находит контактов с партнерами, надеюсь, что это не будет проблемой в Локомотиве, хотя, ну, мы знаем то, что себелюбивых парней, как, например, Педриньо, в нашем клубе не очень-то приветствуют, может быть, Хамулич исправится, может быть, ему понравится атмосфера в Локомотиве, но, в общем, в Польше он был хорош, в Литве он был хорош, будет ли он хорош в Локомотиве, это мы еще посмотрим. Главная проблема Хамулича, это то, что он не классический центральный нападающий, он больше левый нападающий, ему нравится играть по бровке, на этой позиции он играет в сборной Боснии, именно по левой бровке бегает, он может играть центральным нападающим, но это, в общем, такой тип нападающего, который постоянно смещается куда-то во фланге, ему нравится играть на пустом пространстве, ему не очень нравится играть внутри штрафной, толкаться, бодаться, там, выискивать какой-то момент для того, чтобы пробить по мячу, нет, если вы посмотрите, то практически все голы Хамулича, Хамулича, это он получает мяч где-то на просторе, бежит, 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 потом входит в штрафную, прокидывает себе мяч под правую ногу и бьет поворотом, ну вот большинство голов, если не головой, да, если не хороший навес на голову Хамуличу, то они вот именно такие, каких-нибудь там вантаймеров, да, когда идет прострел с флангой, Хамулич на опережение вырывается и подставляет ногу, вы от него не найдете, ему нужно много касаний мяча делать, и у него неплохой удар издали, но он достаточно нестабильный, если верить статистике, процент точности этих самых ударов, он невелик, но если уж попадает мяч поворотом, то это обычно очень опасно. Наиболее близким по манере игры с Хамуличем из последнего времени, это, конечно, Уилсон и Сидор, то есть это не замена Артему Дзюбе, это не замена Тимуру Сулейманову, это скорее замена как раз Уилсону и Сидору, который у Галактионова не то чтобы много играл, да, он выходил на замены, да, он помогал там добивать соперников, забивал голы и в концовках матча был достаточно полезен, но это не игрок стартового состава и не тот игрок, который Галактионова был прям, ну, супер необходим. А если вообще вглубь истории Локомотива зайти, то, ну, вот самый похожий на Хамулич игрок это Маркес Майкон. Если вспомните, то Маркес Майкон тоже очень много у нас играл и на фланге, и центральным нападающим, когда не было других нападающих, кроме Майкона. Но основная фишка Майкона была как раз в том, что он быстро бегал, а Хамулич быстро и очень много бегает по полю, но вот тоже Майкону нужно был оперативный простор, нужно было принять мяч на скорости и побежать. Но у нас таких игроков есть и Максим Глушенков, и Сергей Пеняев, вот только у нас простора для них нету и не так, чтобы много быстрых атак Локомотив проводил. Да, там 2-3 атаки периодически получаются у Локомотива, и на сборах как раз вот Локомотив классно выходит из-под прессинга и организовывает эти самые быстрые атаки, в которых Хамулич, наверное, поможет каким-то образом. Но, тем не менее, в основном все-таки против Локомотива играют, обороняясь большим количеством соперников, и это уже становится такой позиционная атака, тягучий футбол, в которой Хамулич, ну, не особо силен, не особо понятен вообще, зачем он нужен. Так что это будет главная проблема Хамулича, найти себе позицию на поле, найти себе игровые минуты на поле. Скорее всего, будет выходить в концовках матчей на левый фланг, может быть, вторым центральным нападающим. Но пока я не уверен, что он выиграет конкуренцию даже у Тимура Сулейманова. Про второго новичка Жорзину Ньямси я расскажу пока коротко. Это центральный защитник из Франции, из Страсбурга. Но в Страсбурге ему сказали то, что на него больше не рассчитывают. Тренер решил сделать ставку на молодых. И надо сказать, что последние полтора сезона у Ньямси вообще, ну, очень плохо получается в Страсбурге. Если два сезона назад, два с половиной сезона назад, когда он приходил в Страсбург, он был основным центральным защитником и на него нарадоваться не могли, то вот последние полтора сезона он уже очень много косячит. Он потерял свою резкость, он потерял какую-то вот свою легкость, которая вообще, ну, насколько она возможна для футболиста такой комплекции. И из-за этого стало очень много ситуаций, в которых мимо него прокидывают мяч и резко убегают. А он не может сменить направление, он не может сделать этот рывок. И в итоге получается опасный момент у ворот Страсбурга. Так что вполне понятно, почему тренер решил делать ставку на молодых защитников, а не на Ньямси. Но, тем не менее, в Локомотив едет игрок с опытом примерно в сотню матчей Лиги 1. Топ-5 чемпионатов Европы, на секундочку, да, это много. И в российский чемпионат сейчас игроков из топ-5 чемпионатов едут мало, если вообще кто-то едет. Честно говоря, я так сходу и не вспомню, кто бы приехал. Локомотив искал себе центрального защитника, который будет королем внутри штрафной площади, который будет выносить верховые мячи, которого сложно будет продавить, как Кузьмичева в матче с Акроном. И нашел его в лице Ньямси. Видео, которое есть сейчас там со стадиона, где он подписывал болельщикам шарфы, ну, оно, конечно, удивляет размерами этого самого Ньямси. Он огромный. Он не просто огромный, он скала. Он размером с, не знаю, ворота. Его в ворота поставить, он все ворота закроет. Так что, ну, посмотрим. Конечно, это не Контик, да. Контик, который не играл в Бенфике даже, который последние свои удачные сезоны проводил где-то 5-6 лет назад в одном из слабейших клубов Аргентины. Да, Ньямси — это человек, который, ну, 2,5 года назад играл на высоком уровне за Страсбург. Да, последние месяцы у него не очень хороши. Он получал много травм. Возможно, из-за этих травм как раз не мог набрать нормальную форму. Но если сейчас он продемонстрирует тот уровень игры, который у него был там 2 года назад, выйдет на него с помощью Галактионова или просто на диету сядет, не знаю, то, конечно, мы приобретем хорошего защитника. Если это будет защитник того же самого уровня, который был в последних матчах Страсбурга, который не успевает за игрой, ну, вполне возможно, что Ньямси сядет в запас под Морозова или Погосного, который, кстати, хорошая матча, что с Акроном, что с Алюкдудом провел. Ну, посмотрим. Все в руках Ньямси. Более подробно о нем поговорим, когда будет подписан полноценный контракт и когда он сыграет первые свои секунды за Локомотив. Я надеюсь, что уже в это воскресенье мы увидим и Ньямси, и Хамулича. Такой вот ролик сегодня вышел. Спасибо за то, что посмотрели. Еще раз поставьте палец вверх, подпишитесь на канал. Начиная с этого момента, обещаю регулярно на этом канале, так сказать, потому что, ну вот, все, теперь мне ничто не мешает. У меня есть нормальная студия, нормальный свет, нормальная камера, нормальный рабочий стол. Могу пилить, могу делать эти самые ролики. И подписывайтесь на Boosty. Там вообще никогда не останавливался контент. Постоянно туда что-то пилю, постоянно туда что-то делаю. Буду всех рад там видеть. Все, до новых встреч.